Это кто там? Вот она, современная мать. Влог про сладкие пяточки. Это очень-очень-очень важно. Может быть я готовлюсь к сегодня беременности. Классно его спасает. Вы слышите? Саундхеллинг. Это будет большая инвестиция в состояние вашего ребенка. Всем привет, вы находитесь на канале Натали Осман. Сегодня будет влог про Солика, про моего любимого мальчика. Про лайфхаки и самые незаменимые и интересные, и необычные вещи для вашего маленького ребенка. Буду делиться своим опытом. Что вы можете найти на моем канале? Я путешественница, я пашиониста, я молодая мама, я человек, который практикует больше 15 лет. Это то, чем я делюсь в своем влоге. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вся наша команда с удовольствием их смотрит и читает. Благодарю вас за внимание. Сегодня будет очень полезно. Делитесь, кстати, своими лайфхаками. Давайте будем друг другу полезны. Называется, я сына отправила с бабушкой сейчас гулять, я сама быстренько записываю влог. Вот она, современная мать. И работаем, и наслаждаемся жизнью. Наверное, самый основной лайфхак, который я хочу сказать, он не связан с какими-то гаджетами или приспособлениями. Он связан с вашим состоянием. Очень важно уделять время себе. Наполнена и счастлива мама, наполнен и счастлив ребенок. Если у вас есть, конечно же, какая-то возможность помощи бабушек, дедушек, мужа, няни, обязательно этим пользуйтесь. Не превращайте полностью свою жизнь только в контакт с ребенком. Вам очень важно чувствовать себя в том числе. Если такой помощи нет, то пока ребеночек спит, пожалуйста, уделяйте время хоть 5-10 минут себе между рутинными какими-то делами. Это возможно. Медитируйте или занимайтесь каким-то своим любимым делом. Это очень-очень-очень важно. Это будет большая инвестиция в состояние вашего ребенка. Начну с гаджетов, которые спасают нам жизнь. У Соли было уже больше 10 перелетов в направлении, около 5 стран. Он знал, у кого рождается. Поэтому незаменимые с самого раннего возраста такие наушнички, которые глушат шум. Очень удобные. Важно с раннего возраста приучать его, а не их, когда ребенок уже как-то сформировался. Если есть возможность, с самого раннего возраста приучать его к ним. Соли, несмотря на то, что очень активный. Классно его спасает, особенно на длительные перелеты, когда любой шум ему нипочем. В них очень их люблю. Герма. И вот так вот они выглядят. Так вот даже я себе могу их померить. Они мне подходят. И практически ничего не слышно. Очень круто и комфортно. Вот так вот. Так, идем дальше. Вот такой вот гаджет. Видите, с разными насадками для разных месяцев. Это пилочка безопасная для ногтей. Вот такой вот фирмы. Вот так вот она выглядит. Вот так ее можно нажимать. Вы слышите? Она так крутится. Абсолютно безопасно для кожи. Не только моей, но и ребенка. И классно она их спиливает, потому что ножничками не все можно достать. Вот на задней части написаны, какой цвет, к какому месяцу. Вот у нас уже зеленый. Да, у нас как раз зеленый. Вот такая вот классная штука, которую тоже всем рекомендую. Ну и что, моя Солнышка? Кто это? Это что там? Это кто там? Так, Соль, не отвлекайся. Расскажу про самый часто задаваемый вопрос. Это то, какими подгузниками мы пользуемся. Солечка, расскажешь? Расскажешь, как твоя попочка себя чувствует? Мы пользуемся памперс премиум кей. Я их обожаю. Во-первых, они очень удобные. Для маленьких не посет, как Соля. Удобно в них ползать. Делать первые шаги. Точнее, первые попытки ползти. Очень удобная резинка. Я их обожаю. Классный дизайн. Сына согласен со мной. Самое главное, что они удерживают классно влагу. Для меня это самое важное. Смотрите, какой зайка классный. Да, невероятно. Да, попочка сладенькая? Я всегда спокойна в них, что он не испачкает свою одежду. И что они очень классно удерживают влагу. И сидят за попкой Соломона. Обожаю их. Еще можно вот так вот поиграть с самой упаковкой. С гаджетов, но при родовых, советую специальный ремень для беременных. Я очень много провожу времени за рулем. И когда ты беременна, конечно же, тебе очень удобно. И давят вот эти все лямки. Это небезопасно. Классный гаджет, который я вам покажу. Я его сняла. До сих пор, кстати, у меня находится в машине. Может быть, я готовлюсь к еще одной беременности. Шутка. Но об этом поможет. Мой личный лайфхак. Дети особенно круто реагируют на звуки и музыку. Конечно, важно включать классику или медитативную музыку детям, потому что они находятся на определенной вибрации. Дети это очень классно считывают, успокаиваются, наоборот, настраиваются, образовываются. Вообще чувствуют себя в классной атмосфере. Но у меня есть еще несколько классных штук, с которыми можно экспериментировать. Это вот такой вот, например, колокольчик на да. Соломон просто зависает с ним. Сан-Хеллинг. У меня есть вот такой вот шум дождя. Вы не представляете, как он с ним играет. Шум ручья. Круто. Я сама успокаиваюсь. Представляете, что происходит с ребенком? У меня, конечно же, есть еще и чаши разные, и тибетские, и хрустальные чаши. Это тоже очень классно вместе с ребенком. На самом деле должна быть другая палочка, но так тоже будет слышно. На людей, на взрослых это влияет определенно, вибрационно. А с ребенком так это и подавно. Из таких мини рукодельных штук, вот есть вот такая вот деревянная палочка для массажей ножек, ручек. Очень развивает, вы знаете, на кончиках пальцев рук и ног. Очень много нервных окончаний для ребенка. Это просто необходимая история. Мы каждый день катаем и по ладошкам, и по пяточкам. Тоже очень полезная штучка. Как и звук, ароматы также влияют на ребенка. Существует очень много органических масел и ароматерапии, в том числе, которыми можно работать с детьми. У меня они есть разные. Это Оэленд, различные аромамасла, которые я наношу себе на кожу, в том числе, прежде чем, как я начинаю нянчить солико, или, например, косну его, готовлю, или наоборот, бодрствую. Потому что натуральные эфирные масла очень окутывают ребенка и также работают с его состоянием, с его формированием его психики. Есть такие спреи различные, там, оведовские, тоже классные. Я прям постоянно ими пользуюсь. Детская, очень любимая. И мне кажется, это тоже очень крутой лайфхак. Практически все вещи, которыми я сама пользуюсь, пользуется и Соломон. Это очень важно. У меня очень много камней. Это называется литотерапия, работа с камнями. Они большие, а маленькие. Специально не беру, когда нахожусь с Соликом, он не сможет их проглотить. Но когда он трогает их тактильно, каждый из них имеет свою вибрацию, свои функции, свойства. Например, розовый кварц. Он больше про сердечное состояние, сердечные такие, открытия сердца, классного такого спокойного материнской любви. И находится всегда у него или у кроватки, или там, где мы играем. Тоже очень-очень люблю. Они, ну, по всей квартире у меня, если честно. Из развивающих вещей. Наверное, не удивлю я вас, но мы всегда пользуемся карточками. Вот такие есть. Их миллион разных. У меня вот такие вот иностранные. Я показываю там Blue. И сзади, к примеру, есть там описание. Мы и русские, и английские показываем карточки ему. Очень он любит. Они очень яркие. Классно на них реагирует. И любит их покрыть, если честно. Очень люблю книги. И люблю стихи Агнии Барто, на которых выросла я, собственно говоря. Они очень маленькие, очень простые. Когда он слышит, даже в таком возрасте, мне кажется, это откладывается куда-то ему в подсознание. И они очень понятные, они очень ритмичные, очень классные и очень добрые. Люблю очень читаемого Михалкова. Различные стихи там про дядю Стёпу. Тоже очень люблю. Они маленькие, миленькие и очень классные. И мне кажется, это очень важно. Есть иностранные книги. Очень люблю вот такие книжки. Несмотря на то, что он, еще раз повторю, маленький. Здесь много. Вот, вы слышите? Ты так нажимаешь. Он очень любит, он прям реагирует на эти кнопки. И тоже нажимает, и слушает. И я читаю на английском. Мне кажется, это тоже очень классно, очень нативно. Как-то это все ему показываю, рассказываю. Не могу не рассказать про этот гаджет, потому что вы очень часто мне задавали вопросы, что это такое. Это вот такой небольшой, очень компактный бокс для подгузников. Очень удобно, не занимает много места. Это очень классно и очень герметично, ничего не пахнет. И очень всем советую. Из уходовой косметики хочу выделить несколько моих фаворитов. Это Беледовский от Покраснение Попочки. Видите, у меня уже закончился просто, выжимая последнее, календула. И обожаю Мустеловский биокрема. Крема, и тут и мицеллярная вода, и крем для подгузников, и не только. Обожаю вот эту Бью их серию. Пользуюсь только ими. Просто невероятно круто. Я как-то вам рассказывала в Инстаграме у себя про значение слова «пестование». Древнерусское слово «пестовать». Пестушки, возможно, вы слышали. Обязательно погуглите, посмотрите. Я открыла для себя абсолютно другой мир, когда ты не просто воспитываешь, не просто ухаживаешь, когда ты сонастраиваешься на ритмы мамы и ребёнка, на ритм своего ребёнка, когда ты каким-то невидимым образом начинаешь чувствовать друг друга особенно. Пестушки и пестование мне невероятно помогло в этом. Когда я укладываю его спать, или когда я его пеленаю, я всегда произношу различные пестушки, когда я ему делаю массажик. Правда, поизучайте эту тему. Слышали ли вы вообще что-то об этом? Поделитесь обязательно своими комментариями. Мне очень интересно. Искренне давала все свои лайфхаки и советы. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео. Буду читать все комментарии. Люблю вас. Скоро увидимся.